Всем доброго дня! Сегодня я хотел бы прочитать отрывок из Евангелия от Луки, 22 глава, 41 по 44 стих. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря «Отче, ой, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет! Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю». Я думаю, многим из нас известен данный эпизод. Конечно же, это гефсимания, которая дублируется, по-моему, у всех евангелистов. Ну, может быть, евангелист Иоанн не очень подробно этот момент описывает, эту сцену рисует. А так все евангелисты синоптические Евангелия затрагивают эту сцену. Поэтому особо пересказывать нам ее смысла нет. Мы в курсе, мы как бы знаем, о чем здесь идет речь. Тем не менее, хотелось бы поделиться кое-какими нюансами и подробностями, которые недавно мне открылись. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Слово «укреплял» здесь, конечно же, имеет очень такой специфический смысл, потому что «как укреплял?» Вот об этом хотелось бы чуть-чуть поговорить. То есть мы видим, что Христос находится в борении, Он ходит туда-сюда, Он несколько раз приходит к Своим ученикам, видит их спящими, укоряет их, показывает пример своей борьбы, возвращается на место. Здесь в нашем отрывке, в 41 стихе сказано, что Он, отойдя от них, преклонил колено. В других местах написано «Он пал на лице свое». То есть у Матфея, у Марка сказано, что Он прям упал, не просто преклонил колени, а упал на свое лицо, то есть простерся лицом вниз. Здесь написано, что Он преклонил колени. Наверное, вот эти мелкие несовпадения вызваны тем, что Христос, как я уже упомянул, Он ходил туда-сюда, Он несколько раз вставал с этой молитвой, приходил к ученикам, тормошил их, будил их от дремоты и возвращался обратно на свое молитвенное место и там снова ложился, либо преклонял колени и так далее. То есть вот эти подробности, они тоже интересны, о них тоже можно поговорить. И, конечно же, Христос нуждался в укреплении в этот тяжелый час, когда Он сражался, когда Он боролся. И мы видим, что ангел укрепляет Его. Как укрепляет? Интересный вопрос. Почему интересный? Потому что в 44 стихе написано, «И находясь в барении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю». Я обратил внимание недавно в своей тайной комнате, что пот кровавый, который мы здесь видим, он не просто струился по щекам или там проступал на лбу, он не просто выглядел в виде каких-то капелек или струек, он падал на землю, то есть отрывался и падал тяжелыми каплями. О чем это говорит? О том, что много пота было. Если пота немножко, если это просто некое испарина, если это просто какое-то количество, которое выделяется в результате физической активности, мы с вами, наверное, такое переживали, то это одно. Он струится, он где-то там, может быть, как-то проникает за шиворот и так далее. А здесь он прям падает, отрывается и падает. Это значит большое количество и высокая интенсивность. И где же ангельское укрепление? Вроде бы пришел ангел, укрепил, а Христос продолжает бороться. Христос продолжает находиться под бременем тяжким. Он не получает какого-то особого физического укрепления, на мой взгляд, здесь. Это подчеркивается вот этой последовательностью. То есть ангел пришел, укреплял, а Христос продолжал ронять кровавый пот. То есть вот это укрепление ангельское, оно не состояло в каком-то физическом комфорте. Оно не состояло в том, что ангел снял какое-то бремя вот этого дискомфорта, бремя напряжения, не снял. Там другое укрепление было, на мой взгляд. Скорее всего, это укрепление состояло в том, что Иисус утвердился, окончательно утвердился, что он идет правильным путем. Что вот эта чаша, она неизбежна. Ему необходимо сделать этот твердый выбор, встать окончательно на эти рельсы и не сворачивать с выбранного пути. Наверное, в этом состояло укрепление, а не в физическом комфорте, который якобы ангел мог бы доставить Христу. Я сейчас не говорю, что Божья сверхъестественная помощь, Божье сверхъестественное подкрепление не способно дать нам комфорт, не способно избавить нас от каких-то физических страданий или каких-то напряжений. Я не говорю об этом. Может Господь. Но здесь, в данном конкретном случае, ангельское укрепление состояло не в физическом комфорте, не в принесении Христу отдыха, свежести, какого-то приятного такого физического ощущения. Не в этом состояло укрепление ангела, а в том, чтобы окончательно поставить, скажем так, или помочь встать на эти рельсы Иисусу, чтобы он с них не сворачивал, чтобы он не избегал вот этой чаши, и не пытался как-то срезать какие-то углы. Вот в этом укрепление состояло. То есть, мы видим, что ангельское укрепление не устранило борьбу молитвенную. Борьба молитвенная продолжалась, интенсивная, неприятная где-то для человеческого естества. Она продолжалась. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить на тему неизбежность борения. Неизбежность борения. Мы думаем, что борение – это что-то, что христианин не должен и, как бы сказать, не обязан проходить. Но на самом деле нет. Если мы хотим, чтобы Христос жил в нас, я сразу перехожу к центральной мысли, если мы хотим, чтобы Он действительно в нас проявлялся, нам придется бороться. Да, Иисус здесь не борется со своей плотью. У Него не было греховной природы. Я это хочу специально подчеркнуть на всякий случай, чтобы у нас не возникло иллюзии, что Иисус здесь боролся якобы со своей греховной природой. Нет, не с греховной природой. Но находясь в человеческом теле, в ограничениях человеческого, так скажем, физического бытия, вот этой оболочки, Он, конечно, стенал под бременем и находился в борении. Но Он не боролся с грехом здесь, со своим, тем более, якобы. Он боролся за то, чтобы оставаться на этих рельсах, оставаться на этом пути, оставаться в состоянии движения выбранного курса, вот в этом борении. Но и мы иногда тоже подобного рода борение испытываем, конечно же. И все же, на мой взгляд, больше всего нам приходится бороться с самим собой. Вот центральная мысль. Больше всего нам приходится бороться с самими собой, в молитве особенно. И неизбежность этого борения, она очевидна. И я хотел бы сегодня это подчеркнуть, и чтобы мы не питали иллюзии относительно того, что наша духовная жизнь, она состоит сплошь из каких-то физических приятных состояний. Нет, нам приходится бороться. Более того, если мы не боремся, если мы не позволяем вот этому борящемуся Иисусу в нас проявляться, это более сейчас будет глубоко и духовно, если мы не позволяем Духу Святому, не даем Ему места в нас стянать и проводить вот эту земную борьбу, то, я думаю, мы ничему не учимся. Иисус где-то сказал, кто идет за мной и не берет своего креста, и пытается следовать за мной в таком состоянии, не несущем креста, то Он ничему не может научиться. Он не достоин быть моим учеником. Он ничего не постигает, Он ничего не познает. Познание Господа, оно в том числе и вот здесь начинается. Мы иногда хотим, чтобы через нас действовали духовные дары, мы ревнуем о том, чтобы Господь силой проявлялся через нас, мудростью проявлялся через нас, но мы проводим время вот в такой своей тайной комнате, в Гефсимании, для того, чтобы позволять Иисусу в нас бороться. Проводим такое время? Или мы рассчитываем, что Господь будет нас использовать в физически комфортных обстоятельствах, в физически комфортных состояниях, не проходя борьбу. Может быть, мы на это рассчитываем. Но если мы хотим, чтобы Христос в нас жил, а вот это высказывание «вселюсь в них и буду ходить в них», оно буквально. Это не образные, это не пафосные какие-то слова и лозунги. Вот то, что апостол Павел во втором послании к Коринфянам написал «вселюсь в них и буду ходить в них». Это не просто какие-то декларативные заявления, это то, что Дух Святой хочет принести в нашу жизнь. Чтобы мы действительно ощущали в себе присутствие Господа. Христос в вас, упование славы. Чтобы мы это не просто воспринимали декларативно, крыжик поставили, ну все, я покаялся, я принял водное крещение, теперь я имею запись в каком-то документе, в трудовой книжке и так далее. Нет, а чтобы это было реальным переживанием, действительностью, реальностью нашего бытия, вернее Его бытия в нас. Как бы это пафосно, может быть, и возвышенно не звучало. Он хочет в нас жить. Позволяем ли мы Христу, Духом Святым, в нас проживать свою жизнь вот эту? Позволяем ли мы Ему, Духом Святым, через нас проистекать, через нас стянать, через нас производить вот эту борьбу? Борьба неизбежна. Это невозможно миновать. Если мы устраняемся, если мы избегаем этой борьбы, если мы этого борения не испытываем, если мы никогда не переживали в своей тайной комнате прорыва через завесу плоти нашей человеческой для достижения вот такого единения и общения с Господом, если мы никогда в своей тайной комнате не достигали состояния, когда действительно чувствуем, что Дух Святой в нас ходатайствует и через нас говорит, то мы очень бедны, дорогие друзья. Мы слепы, нищи и наги, как написано в книге Откровения, послании Лаодикийской Церкви. Поэтому сегодня я призываю себя и нас не чураться борьбы, не избегать этого борения, не пытаться срезать эти, может быть, неприятные углы, потому что Христос их не срезал. Да, у Него своя борьба. Он боролся намного более высоким видом борьбы, не против греховной природы, а за другие, намного более важные вещи. Но нам сегодня предстоит, да, и мы этого не избежим. Если мы хотим учиться, если мы хотим познавать Господа, если мы хотим возрастать, если мы хотим гарантированно идти путем спасения, то нам предстоит бороться, нам не избежать этого борения. Я бы даже так сказал, нет борения, нет спасения. Понимаете, как бы это парадоксально не звучало, нет борения, нет спасения. Не даем место Духу Святому в себе, не даем Ему через нас молиться, но как Он может нас вести? Как Он может в нас ходить? Понимаете, там сказано не просто вселюсь в них, там сказано буду ходить в них. Ходить – это значит проявлять активность, ходить – это значит проявлять какие-то виды деятельности, какие-то признаки жизни, реальные признаки жизни. Не просто декларативные, я крещен Духом Святым, да, или я имею в себе Христа, и все, и пошел. Нет, реальное переживание. То есть я должен это видеть в своей жизни, что Он вселился в меня и ходит во мне. И это нелегко, скажу я вам, это нелегко, если мы серьезно подходим к этому утверждению, к этой истине, если мы пытаемся воплотить ее в жизнь реально, а не просто на словах, тогда нам придется попыхтеть и попотеть. Не до кровавого пота, конечно, как Иисус, но все равно потеть придется. Да? Пускай с нас не будут капать эти капли, да, спадать прямо вот такими большими объемами, но где-то Испарина должна появиться. Я вспоминаю, после одной из молитв, подхожу к брату поприветствоваться, и смотрю, у него так челка чуть-чуть влажная, приподнята. Да? Обычно она у него тоже лежит так, как у меня сейчас. А тут она чуть-чуть так приподнята, как бы взерошена. И я отметил про себя, о, как хорошо. Да? Не то, что я позлорадствовал, да, или, ну, порадовался тому, что мой брат находился в страданиях. Нет, но это меня впечатлило. Даже вот такие мелочи меня впечатлило, хочу сказать. И Господь где-то ожидает этого от нас. Да, Он хочет нас укрепить. Он хочет нас укрепить. Точно так же, как в Гефсимании ангел укрепил Иисуса. Но это не означает снятие борьбы. Это не означает ее устранение. Это не означает ее нивелирование. Обход, да? Это не означает, что она заканчивается. Нет, она продолжается. Это борение, это состояние, когда мы отвергаем себя и берем свой крест, это что-то намного более близкое к нам, чем мы думаем. Это не какие-то подвиги там на миссионерских полях. Это в нашей тайной комнате происходит. Отвержение себя и взятие своего креста. И, может быть, это не совсем нам приятно слушать, но такова реальность, дорогие друзья. И мы этого борения избежать не можем и не должны, если мы хотим спасаться. Если мы хотим идти путем спасения, путем познания Господа, путем гарантирования своего состояния духовного, да, приемлемого, то нам не избежать этой борьбы. Борение неизбежно. И Господь укрепит нас. Конечно, укрепит. Может быть, и физически укрепит. Я еще раз хочу подчеркнуть. Я не отрицаю того, что Господь может и физически комфортное состояние нам принести. Но этап борения при этом никуда не денется, не исчезнет и не устранится. Нам придется пройти этот этап перед тем, как мы прорвемся. Поэтому я призываю себя и нас не чураться и не бояться. Да, вот еще хорошее слово. Не бояться этой борьбы. Так нам суждено. Так нам должно жить. И другого пути у нас с вами нет. Если мы хотим, чтобы Господь нас использовал, если мы хотим, чтобы через нас проявлялась Божья сила и Божья мудрость, этого этапа нам не миновать. Поэтому да поможет нам Господь подражать Ему. И это хороший пример для подражания, мы сегодня прочитаем. Прекрасный пример для подражания. Господь не послал своих учеников молиться, сказал «бодрствуйте, молитесь», а сам сел в кресло и попивал чайок. Нет. Он подал пример намного более интенсивных усилий в молитвенной борьбе, которую мы с вами тоже призваны являть в своей жизни. А Он будет нас при этом проявляться. Вот мы встанем вот таким образом на колени, простремся, ниц, пойдем на свое лицо, и Он будет в нас проявляться. И мы это переживем, мы это почувствуем. И радость вот этого единения с Господом, общения с Ним будет превышать и превосходить все те дискомфортные состояния, которые мы с вами испытаем. Да благословит нас в этом Господь. До новых встреч, до новых видео. С Богом.